К нашему эфиру присоединяется военный эксперт Иван Варченко. Поговорим о том, что происходит на горячих точках фронта. Иван, приветствуем. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Иван, в любом случае у вас много информации относительно происходящего непосредственно на поле боя, в частности Купинское направление. По имеющимся у вас данным, что там сейчас происходит? Какое скопление оккупационных войск насчитывается и так далее? Традиционно российские оккупанты стараются взять этот узел железнодорожный и логистический узел, позволяющий им довольно облегчить свою логистику в северной части оккупированной Украины. В том числе то, что касается Северодонецка, то, что касается Лисичанска, то, что касается возможностей для наращивания сил и использования, конечно же, этих сил к югу, в сторону, опять же, того же Лымана и агломерации с Краматорск, Дружкивка и Славянск, этих городов, которые находятся к югу от Купинска. Понятно, что враг старается использовать все возможности свои, сейчас концентрируя свои силы в двух направлениях. Первое – это Купинск, другое – это Авдеевка, поскольку он уже сделал большую рекламу этим двум населенным пунктам, поскольку задачей этой рекламы были подготовить российского обывателя, наблюдающего за войной, желающего успехов, конечно же, ожидающего, точнее, успехов российских оккупантов в украинской земле. И понятно, что для путинского режима тем более нужны эти успехи для того, чтобы чем-то знаменовать поход на очередных президентских выборах. И, конечно же, разрекламированный Купинск и разрекламированная Авдеевка могли бы стать таким подарком. Но, как видно, по темпам наступления, по количеству уничтоженной вражеской техники и, собственно, живой силы оккупантов, мы видим, что им не удается, и в тех темпах даже к выборам у них не намечается серьезных продвижений. Конечно же, мы оцениваем ситуацию, исходя из того, что украинские силы обороны имели ресурс и имеют сейчас ресурс для сдерживания этой российской армии. Сколько их? То ли 40 тысяч, то ли 120 тысяч. Я бы не говорил здесь о цифрах, понимая, что, конечно же, мы говорим сейчас о силах, сконцентрированных точно ни в одной точке и даже ни на одной линии. Это все-таки несколько эшелонов работа. Понятно, что на далеких поступах к Купинску, на далеких поступах тоже концентрируются те войска, которые достаточно быстро можно перебросить и, соответственно, использовать в этом направлении. Поэтому, конечно же, можно говорить о каком-то радикальном, большом промежутке между теми цифрами, которые называются то ли 40, которые на протяжении 5-10 километров от линии фронта, то ли 120 тысяч, которые находятся в северной части Украины и, соответственно, могут быть использованы на Купинском или на Лиманском направлении. Но вместе с тем мы говорим о том, что это большие силы противника, сопровождающимися большими техническими, достаточно большими техническими возможностями, поскольку это тоже концентрируется техника. Мы видим, это сотни и тысячи единиц техники. Много это или мало, Купинск 30-тысячный городок. К пониманию, это 30 тысяч жителей, которые жили до войны. Мы понимаем, что около 70-тысячного Бахмута россияне потеряли около 100 тысяч своих солдат. Готовы ли они сейчас, опять же, в этих штурмовых действиях, на далеких, соответственно, на сегодняшний день еще можем говорить, для них это очень относительно далеких расстояниях, готовы ли они тратить такие же ресурсы, людские? Я совершенно уверен, что готовы. Поэтому нам важно иметь сейчас оружие, способное остановить как раз вот эту вот навалу живой силы. И мы понимаем, что об этом мы говорим с нашим обществом, позволяющим компенсировать недостаток сейчас, достаточного количества боеприпасов калибра 155-го миллиметра, для артиллерийских снарядов 152-го миллиметра. И мы говорим, конечно же, об этом со своими партнерами, которые, в конце концов, не должны опускать голову и поднимать белые флаги перед Россией, должны найти в себе силы для того, чтобы защитить в том числе свои ценности, о которых они говорят со своими обществами. А как вы видите на сегодняшний день, да, мы понимаем, что для оккупантов даже самый маленький населенный пункт это трофей пропаганды, который они потом представляют, как вот мы выполнили, мы освободили, да, но освободили от жизни, освободили от существования сам город. Что для них сейчас важнее? Это Авдеевка все же или Купинск? Это для пропаганды равнозначные вещи. Они создали из каждого из них своеобразный такой, создадут точнее, своеобразный Берлин. Опять же, в конце концов, как они это старались делать из Бахмута, оправдывая, каким казалось этим, сотни тысяч своих погибших под стенами Бахмута. И, конечно же, для оправдания они должны из этого сделать что-то очень-очень величественное, знаете. И поэтому, конечно же, каждая высотка, каждая посадка, каждый уничтоженный сарай на окраине города, это у них считается захватом части города. То есть, говоря о сарае, они говорят о части города или о гараже, а не о каких-то более приземленных вещах или о реальности. которые являются захватом стадиона, улицы. И когда мы говорим о том, что этими манипуляциями, этим информационным подлогом занимается целая государственная российская пропаганда, что за эти сараи, за эту улочку или за эту посадку борется целая вторая армия в мире, как они любят себя называть, то, конечно же, мы понимаем, насколько это унижает, в принципе, и Россию, и ее армию. Но об этом понимает весь мир, понимают, само собой, конечно же, украинцы. Очень хорошо этого не понимают пока что россияне. Поэтому, конечно же, из каждого мелкого продвижения, из каждого шага, несмотря на то, какой кровью этот шаг дался, российская пропаганда обязательно сделает очередной Берлин. Как, кстати, на ситуации может отразиться поставка вооружения от наших западных партнеров, в частности, от Германии. Я сейчас говорю в контексте тех заявлений, которые сделал концерн «Рейнметал», о том, что он поставляет украинским военным значительное количество военной техники, в частности, на 2024, то есть текущий год. Запланированы поставки, среди прочего, танков. Речь идет о десятках танков «Леопард». Это не должно нас расслаблять. Десятки танков «Леопард» — это не то, что нужно Украине. Это несерьезный разговор на данный исторический момент. Я думаю, даже при том, что это лучше, чем ни одного танка, мы не должны обманывать ни себя, ни своего зрителя, ни Украину. Десять танков — это не то, что делает погода на фронте. Десять самолетов — это тоже не то, что делает погоду на фронте. Тем более от большого такого государства, сильного, мощного, коим является Германия. Мы понимаем, что пока ведется диалог, очень тяжелый политический диалог нашего большого партнера Соединенных Штатов Америки, общество и элита многих государств Европы берут на себя дополнительные обязательства, берут на себя дополнительные траты, дополнительные усилия для того, чтобы поддержать Украину. Мы надеемся, что те ценности, о которых так долго говорил западный мир, постоянно говорил, по сути, на протяжении более чем 80 лет, те ценности будут защищены и на сегодняшний день готовы. Западный мир, цивилизованный мир в целом, поскольку не только западные страны, и многие страны южного полушария, востока, они готовы и поддерживают Украину сейчас, что все-таки эти ценности окажутся не просто на словах, не в фильмах останутся и в литературе, а они будут реализованы современным поколением и обществ западных, и обществ наших партнеров, прежде всего, конечно, западных обществ Соединенных Штатов Америки и европейские страны. Поэтому мы говорим не о 10 танках, я думаю, нам не нужно как раз здесь, в данном случае, обманывать и себя, и наших партнеров, а нужно говорить о тысячах танков, бронетранспортеров. Мы должны говорить о сотнях самолетов, которые смогут существенно преломить ситуацию на нашем фронте. Пока что, к сожалению, да, мы готовы говорить о том, что 10 танков, это, конечно же, хорошо, мы говорим о том, что это хороший пример в Европе, но, опять же, честный разговор с нашими партнерами заставляет их тоже задуматься о том, что 10 танков леопардов, даже 100 танков леопардов, это крайне мало, и нужно говорить о тысячах. Российская Федерация проводит политику геноцида, и для них убивать гражданское население, это, к сожалению, стало нормой. Есть факты, которые все еще шокируют, потому что нет предела этим зверствам. В частности, спасатели изъяли тело двухмесячного ребенка из-под завалов отеля в поселке Золочев на Харковщине, по которому россияне ночью нанесли ракетный удар. Три человека еще госпитализированы и с разными травмами. Вот, цитируя главу Олега Сенегубова, он сказал, что это очередной террор против гражданских. Я напомню, что из-под завалов отеля, который вы сейчас видите на ваших экранах, изъяли тело двухмесячного ребенка, которого убила российская ракета. Да уж, чем обычно обстреливают российские оккупанты украинскую территорию? Что сейчас в основном используют? Мы периодически все еще видим, как всю территорию Украины охватывает такая красная пелена. Да, это означает, что есть серьезная угроза применения ракетного вооружения российскими оккупантами. Однако, чаще всего это не ракеты, точнее, ну, наверное, не ракеты, артиллерия. Что чаще всего используется? У вас точно есть эта информация? Конечно, ракетный террор российский, он продолжается. Они могут в некоторой мере компенсировать то, что они тратят, направляя на мирные украинские города и убивая мирных украинских жителей, в том числе детей. Как это видно из сегодняшней информации, к сожалению, из многих-многих информации мы понимаем, что более полутисячи детей были уничтожены российскими. И это только подсчитанные, конечно же, потери. Мы понимаем, что очень долго еще мы будем подсчитывать наши потери в Мариуполе и в многих-многих оккупированных городах Украины. Поэтому, да, ракетный террор – это сейчас основной их аргумент в террористической войне. В некоторой мере у них сейчас изменяется динамика по использованию шахедов, то ли наращивание идет потенциальных возможностей, то ли создаются в связи с ударами, точечными ударами украинских сил обороны сейчас, создаются определенные проблемы. Мы понимаем, то ли это комплекс всех мер воздействия, но эволюция такая происходит, то, что шахедов раньше было намного больше, они себе позволяли, на сегодняшний день их летит меньше по месяцу, если подсчитывать, по неделям подсчитывать. Понятно, что они совершенно изменили сейчас свое поведение на море. Можем сказать, что террор с акватории Черного и Азовского морей, используя российский флот и носителей калибров, по сути, украинские силы обороны сейчас в значительной мере остановили, если совершенно не остановили, поскольку мы видим уже на протяжении многих-многих месяцев не рискуют выходить и запускать эти ракеты-калибры с акватории Черного моря. И более того, мы понимаем, что российский Черноморский флот сейчас, точнее его ошметки, сейчас попрятались по разным углам и норам подальше от украинской территории. Даже в Крыму они не осмеливаются сейчас надолго задерживаться. Не говоря о том уже, что под ударом у них все бухты практически в Крыму, включая Севастополь, Феодосию и даже Керчь, они стараются спрятаться где-то ближе к Новороссийску, теряются и стараются не показывать носа на большой воде. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что Россия, она тоже истощается. Но вот вопрос о том, насколько в тумане войны глубоко спрятаны российские потенциалы и российские резервы. И мы понимаем, что в конце концов она не будет гнуться долго, а вдруг просто обрушится, как колосс на глиняных ногах, как это не единожды показывала Российская империя, в том числе на памяти нашего поколения. Это было падение Советского Союза, который за несколько лет и даже за несколько месяцев до своего падения рассказывал, что он силен как никогда. То же сейчас делает Россия, и та же участь ее ожидает в ближайшее время, надеюсь. Да, встает с колен, но получает по санкциями, по лицу. Иван, спасибо большое. Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за предоставленную информацию. Иван Варченко, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.